Металлическая коробка, изобретенная, думаю, в сталинской России, не рассчитана на жарковатый климат Средней Азии. С легким паром называют воронок дубаки. Особенно с легким паром, если им удается вместить 35 зыков в 10-местную коробку. От недостатка воздуха всегда хочется зевать. От ташкентской летней жары плавящий асфальт, а может быть и от перегрузки, у нашего воронка лопнуло заднее колесо. Коробка с рывком останавливается. Всех настолько разморило от пекла, что если воронок даже бы перевернулся и загорелся, вряд ли кто-то обратил бы внимание. Нас конвоируют два солдата, водитель и охранник. Ярко выраженные монголоидные черты и несуразная новая узбекская униформа делает их похожими на самураев квантунской армии. Везут на расстрел в Токио, мелькает в голове. Потом заткнут в паровозную топку, как Сергей Лазо. Хотя после летних выезжей в ташкентских зэковозах, разницу в температуре в топке я почувствую не сразу. За нами следует еще один воронок, но его сопровождают уже четыре юнца в не успевшем еще осесть по форме камуфляже. Второй воронок тоже останавливается. Солдаты серьезно озадачены. У них есть запаска, но чтобы ее поставить, придется выгрузить 30 зэков на одну из городских улиц среди бела дня. Кроме того, похоже, что во втором воронке едут более опасные, чем мы, преступники, из тех, кто в тюрьме не на экскурсии. У них двойной конвой, и солдаты не хотят рисковать. Прильнув причудливых позах друг другу и неприятно горячим стенам воронка, мы ждем исхода с полным безразличием. Во-первых, мы отупели от изнуряющей жары, а во-вторых, работает главное правило тюрьмы в Узбекистане. И пускай Ищак думает, у него голова большой. В данном случае в роли думающего Ищака старшина с вышитой на бейсболкой узбекской версии птицы Симург. Старшина скрипит на жестком гортанном степном наречии, сжимая в потной от жары и волнении ладони микрофон рации. Наконец, нас все-таки высаживают. Солнце всегда кажется таким ярким и режет глаза, когда, проведя в тюрьме хотя бы неделю, вы неожиданно оказываетесь на улице. В нескольких метрах несутся машины, и с отвычки в кровь страхом ударяет адреналин. Все еще довольно раскисших после процедуры с легким паром нас сажают на корточки. Два солдата, молодых, не обстрелянных еще каракалпака, со страхом таращатся сверху. Зыки быстро вырабатывают очень тонкое чутье на человеческие эмоции. Это форма защиты. Сейчас зыки аккуратно посматривают в сторону солдат и уже знают, о чем думают солдаты. Солдаты не уверены, смогут ли они открыть огонь, если толпа бросится в рассыпную. Я смотрю на других пассажиров нашего рейса. Если у кого-то и роется в голове, похожие на мои мысли, то никто не подает вида. Думаю, если толпа бросится в рассыпную, то пройдет минуты полторы, пока солдаты все-таки начнут исполнять данную новой родине присягу. Да и как они себе представляют стрельбу боевыми патронами в людном городском районе? Часть толпы быстро рассеется, смешается с машинами, перелетит через заборы и растворится в прилегающих улочках. Болгарские огороды. Это место называется Болгарские огороды. В такие минуты в голову лезет самая неожиданная всячина. Внутри меня туго сжимается пружина. Бежать! 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 Петляя, как заяц, бежать с сердцем, бьющим в стенки желудка. Бежать! Пока хватит дыхания. Вот он момент. Ну, сейчас! Беги! 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 Давай же! Душа уже не просто кричит пульсом в ушах. Она истерически вопьет. Ну! Тело же в ответ каменеет, наливается свинцом, и в том месте, где был желудок, возникает вакуум. Иногда в толпе или незнакомом месте вдруг увидишь неземной красоты девушку. В эту же секунду, понимаешь, вот если не подойду к ней сейчас все, она навсегда исчезнет из моей жизни еще одним упущенным шансом. В этот момент вся моя суть разрывается на части, борясь сама с собой. Вот, вот, сейчас, вот сейчас подойду, уже поворачиваюсь, чтобы сделать шаг, и готовлю в голове первую фразу. В этот момент за ней захлопываются двери метро. Ух! Ну и слава богу, не судьба. Ни один из нас не двинулся с места в те 20-30 минут, пока оставшийся со второго воронка солдат менял колесо. Почему с раннего детства общество прививает нам покорность перед властью? Семья, школа, пионерская организация. Несмотря до какого абсурда власть бы не доходила, мы автоматически прогибаемся. И я боюсь, что мы не побежали бы в тот день, даже если бы знали, что автоматы у солдат не были заряжены. Я всегда злюсь на себя, когда вспоминаю тот момент. Но почему не побежал? Почему мог ведь? Безвозвратно упущенная возможность. Как та девушка в метро. Не упускайте таких моментов, друзья. Если уж вы горячий и импульсивный человек с размытой шкалой ценностей, как ваш покорный слуга, бегите из-под конвоя, как только предоставится возможность. Бегите. Вы знаете, как по-узбекски сказать хорошее настроение? Якши кайфият. Вторую неделю уже регулярно отрабатываю на жилую мутановские спецгруза. Наловчился. Выработал систему. Кайфият постоянно. Якши. В баню хожу теперь исключительно в котельную. Вот уж где настоящий порог-то. В самом эпицентре. Переодеваюсь у мутанова потом на втором этаже. Это предлог. Конспирация. С удовольствием там же перекусываю. Это зарплата. Пыхаем. Это десерт. Часто мутанов испытывает на мне новую порцию дряни, полученной через спецбрата. Мне роль подопытного кролика-дегустатора очень по душе. Потом отваливаю к себе. Штаб промзоны, уже навьюченный очередной шпонкой. Операция «Ловкие ножницы» в ТБ. Пару папирос с каждого шпонаря в личный фонд. Это бонус. Фонд защиты нарядчиков. Вымирающий вид. Кабинет су-юночи теперь буквально нашпигован моими пятачками из фольги. Если бы они могли светиться, было бы похоже на рождественскую гирлянду. Я курю, обмениваю дурь на товары и услуги, делаю подарки нужным людям, а запас все не истощается. Шпонарь ложится под карточки, под самый низ. И на съем. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Гусарская рулетка – опасная игра. Говорят, что прыгать с парашютом страшно не в первый раз, а все последующие. С каждым новым разом все страшнее. Постигаешь степень риска. Если так, это святая правда. Страх накапливается и не уходит даже во сне. У комфорта в зоне всегда есть обратная сторона. Не верите? Спросите вон Ходорковского. Он до сих пор башкой трясет после отсидки. Я уже видел однажды, как одного незадачливого галошного мафиоза Фрейрилу после люлей отливали его перчасти водой из ведра. Боевое крещение. Очнись во имя отца и сына. Это напоминало сцену из кино про белых. Все было бы смешно, если бы невероятность попасть туда самому. Так что теперь этот допрос с пристрастием снится мне почти каждую ночь. Меня палят, жестоко бьют, отливают водой и снова. Откуда взял? Ах, нашел? Ну на тебе, сука, нашел. Отнимут все здоровье из уверы. Как пить дать отнимут? Эх, жетуха! Не сегодня, завтра. Постоянный страх запала заставляет меня укуриваться через каждые несколько часов. Это поддерживает притупленно-пахуистический анабиоз. Гнусное судебно-медицинское словечко эйфория в отношении плана мне не нравится. Это анабиоза на шее. Думаю, даже посвятить данной теме целую монографию. Главное, не торопите меня, хорошо? Думать стараюсь только о хорошем. Или не думать совсем. Удивительно, но обкурка помогает не ошибаться с количеством карточек. Сосредотачиваюсь, будто нет ничего важнее в мире. А может, уже просто руку набил? Зато на перекличке веселые буквы так и прыгают перед глазами, и я в очередной раз путаю всех этих моих турзы-мурзы. Зыки битым взглядом уже подметили, что меня прет, как судака на каждом разводе-съеме и даже прониклись симпатией. Несколько раз слышал за спиной. Вон, вон, пошел наш нарядчик-кумар. Да и потом уже пошла гулять слава о том, что я никому не отказал в визе на промку. Но не могу я сказать нет. А иной раз соглашаюсь поставить чью-то карточку, чтобы быстрее уже отъебались и не мешали медитировать на белую стену кабинета. А наша располагает к одиночеству и созерцанию. В маленьком кабинете кипотехнике безопасности бушует огромный мир. Я обкуриваюсь и путешествую, где заблагорассудится. Турагентство художника Мутанова. Покидаю транс только, чтобы пожрать и провести съем. Сигарет с фильтром скопилось уже на две машки. Но готовить панакурки — это напряг. Вроде как одновременно рисовать и сочинять музыку. За маленькую пяточку дури шустрый поваренок Миша Астахов приносит мне перед съемом пол-литровую баночку жарганки. Папский фастфуд. Это мой ужин. А обедаю, как я вам уже говорил, у наркохудожника Эскобара Мутанова. Поверьте, налаженный быт — это основа благополучного отбывания срока. Инстинкт выживания самый мощный. Гораздо мощнее, чем инстинкт драчевания. Жизнь теперь сытая, но более рисковая, чем в библиотеке. Хотя, во всяком случае, не надо присмыкаться перед господином Дельшотом. Еще от усиленного питания очень сильно хочется женщину. То у вас на воле бабы, а посидите-ка с пару лет станут женщины, а еще пару сверху уже леди, королевы, волшебницы. А вы знаете, что на них приятно даже просто смотреть? Говорить с ними уже счастье. Это же лучшее, чем Бог украсил землю. Видите их, почти каждый день не присытились, неразумные. Заплыли жиром ваши глазки. Не цените счастье. А вот представьте, проснулись с утра, нет женщин, ни одной. Ни дома, ни в метро, ни на работе, никаких, ни малолетних, беспомощных в хозяйстве мокрощелок, в узких, иногда выдающих трусики джинсах, ни начинающих вампов, в дубленочках с осинными талиями и легким прозрачным шлейфом французского парфюма, ни пожилых, со следами былой привлекательности, графинь. Но ни одной, даже завалящей алкашки, танцовщицы привокзальных минуэтов, и то нет. А вы такой уже были бы рады. Женщин нет, нет изо дня в день, нет долгими годами, вот кошмар-то, а мне вот так просыпаться еще лет около семи. Вот тут-то я на вас и посмотрю, умников, умудряющихся дрочить при таком обилии меда вокруг. Спешите же, неразумные, не ведаете своего будущего, запасайтесь материалом для последующих самозабвенных мастурбаций в кабинетах по технике безопасности. Вас ведь не просто в тюрьму посадят, у вас отберут ваших милых женщин, а это всегда одинаково паскудно. Был ли у вас целый гарем или одна единственная с попой центром вселенной? Я сижу сейчас в ТБ и вспоминаю по очереди моих девочек, лапочек, которые встретились мне на жизненном пути, ласковых моих, наивных и нежных. Так ведь легче и приятнее вздрочнуть, чем просто на мертвую фотку из журнала. Креативнее надо мыслить, дорогие друзья, а как я люблю их всех, сказок моих, каждую по-своему, глупо тут ревновать, у меня большое сердце и настойчивый херн, хотя через пару лет, проведенных здесь, наверное, начнет ржаветь. Птички мои певчие до сих пор люблю, скучаю, а особенно по тебе, Вероника. Вот мы едем с Вероникой в такси ко мне в самый первый раз. Дома нет никого, она, наверное, тоже созрела для следующего шага, как они это называют. По неопытности я совсем не уверен, даст ли она сейчас или опять возьмет очередной тайм-аут. Украдкой кашусь на ее изумительные загорелые коленки. Какая умопомрачительная форма может быть у женских коленочек? Вроде бы функциональные устройства, суставы, а какой дизайн, формы, какой дар небесный. Весь мир не стоит того, чтобы вот просто лечь сейчас на ее коленочки и улететь в вечность. Совсем еще недавно устроил Веронику в ресепшн фирмы, где работаю уже год. У меня с шефом добрые, почти родственные отношения. Я главный эксперт по коррупции. Европейцам, видишь ли, воспитание не позволяет давать взятки. Для этого и есть такие студентики с горящим взором, как я. А мне лишь бы работа была не в напряг. И потом таким вот агентом по особым поручениям многие шалости спускают с рук. А я не могу без шалостей. Шалуном уродился, шалуном и в землю сыру положат. Вероника мне безумно нравится с самого начала первого курса, с момента, как в первый раз в аудиторию зашла. Сразила сразу и навсегда, на всю жизнь. Она явно создана не для таких, как я. Богиня Солимпа. И только сейчас, к середине второго курса, когда я зарабатываю больше всех в потоке, я, наконец, набираюсь духу за ней приударить. Бабло придает уверенности, как и размер Хернера. Не так давно удалось неумело выебать зрелую женщину. Ее муж давно уже сидел в одной из узбекских тюрем, и она использовала меня в качестве инструмента. Я и не возражал особо, даже когда в пылу она назвала меня «Милая Андрюша, зовите, как говорится, хоть гены, хоть крокодилом, только ногами не бейте». Добрая женщина похвалила мои размеры. Дала путевку в половую жизнь, поэтому сейчас на бабло надеюсь, а втайне все же делаю ставку на него сердечного. Действую, не оставляя этой напуганной лане ни одного шанса. Сперва устраиваю ее на работу. Сто баксов? Не за хуй. Факсы отправляет. Неплохо для Ташкента заката-перестройки. Родители ее на седьмом небе. Вот, доча, смотри, какой хороший серьезный парень. Не шушера дискотечная. На работе тоже стараюсь создать ей все условия. Я так люблю Веронику, что боюсь в ее присутствии дышать. А это, говорят, для сердца очень вредно. Каждый вечер отвожу королевну домой на такси. Чтобы мама не беспокоилась, я ей обещания дал. Откармливаю в уютных корейских кабачках. Закидываю подарками. Подбираюсь к ее юбочке не спеша, ползком, хотя иногда хочется прыгнуть и рвать ее зубами. У вас было такое, что просто вот так болтаете с ней, болтаете о погоде, о цветах, и вдруг понимаете, что сейчас наброситесь на нее и начнете терзать прям вот тут, рядом с лазерным принтером. И вы мчите уже в туалет, чтобы от греха подальше побыстрее передернуть затвор. Голова шла кругом от тебя. Слышь, Вероника? И не скажу, что обделен был тогда женским вниманием. Совсем наоборот. На тот момент живу у длинноногой на две головы выше меня ростом Алены, бывшей чемпионки Узбекистана по софтболу. Легко быть чемпионкой, если в Узбекистане всего четыре софтбольные команды. Спортсменки очень сексуальные, преданные, но страшно скучные существа. Гламур в чистом виде. Выглядит она действительно как модель. Когда-нибудь видели вот как толстенький коротышка-папик выкатывает из машины, а за ним эта Кэссинди Кроуфорд выщелкивает каблучком. Это мы с Аленой и есть. Сколько раз попадал в нее в передряги по кабакам не счесть. Насмерть хуярили за нее регулярно. Сильно будоражат пьяные тестостероновые головы кричащие Аленкина внешность. Любит, сучка, кабаки, музыку, пляски на столах и барных стойках. Ужас. Еще Алену заводят, если не заплатишь за такси или швырнешь официанта в ресторане. Ебется потом, в последний раз. Скажите, доктор, это в пределах нормы или как? Иногда приятно было кинуть таксиста или халдея или даже получить за нее пиздюлей в полубандитском ташкентском кабаке времен перестройки и нового мышления для нашей страны и всего мира. Кроме открыточно-обложечной, но далекой от творческого мышления Аленки, регулярно успеваю поебывать и Дану, институтскую подружку с соседнего французского факультета. Вот вы столько раз скользили безразлично по ней взглядам, типа мышка серая. А гляньте-ка внимательно еще раз. Это же горячая иранская кровь, помноженная на всю мировую литературу. Тургеневская девушка. Интеллигентка. Здесь у нас уже тантрический какой-то секс. Мантрический, аюрведический, если вам угодно. Во всем символика все должно быть при свечах и с балдахинами непременно, и с долгими играми по укладыванию в койгу. Зато с ней после секса хоть поболтать можно. О Данииле Хармсе и о Нике Кейве. Марин Гоффа можно весь вечер вслух читать. Знает всех троих. Подозреваю, гораздо больше, чем я сам знает. Умничка. Не знаю, как такие модели работают в качестве жены. Думаю, сложно с умной бабой. Но дружить с элементами секса лучший вариант пока не придумали. Один раз обкурил Данку дурью в виде эксперимента со знанием эрудированной институтки. Так пиздец! Сразу и пожалел об этом. Накрылась оебля медным тазом в тот грустный осенний вечер. Понесла моя девочка какую-то пургу о подспудных гомосексуальных тенденциях в раннем творчестве Антуана де Сент-Экзюпери. Смеялась надо мной, потом плакала. Ужас, одним словом. Ну, вспоминать прикольно. Ебу их, милых кошечек, почти каждый день. Иной раз обоих умудряюсь вместить мой сжатый деловой график. Переизбыток секса заставляет меня тогда жрать непрожаренный шашлык из печени каждый день. По 12 палочек в обед, чтоб подольше стоял херн и больше выходило палочек в койке. Процесс самоутверждения требует исключительно количества, а не качества. Но при всем этом мечтаю я тогда только о Веронике. И желаю больше всего на свете только ее, Веронику, с красивыми природными тенями под огромными в пол лица глазами. Веронику, снежный, как бархат, почти прозрачной кожей, с маленькой, но правильно круглой и такой соразмерной грудью, с бедрами такими, что... Внимание осужденных производственников. Внимание осужденных производственников. По промышленной зоне объявляется съем с работы. Бригадирам бригад построить бригады и вывести на пункт съема. Повторяю, по промышленной зоне объявляется съем с работы. Ну вот, блин, back to reality. Суровая реальность бытия. Моя вилая Веронича целую и до завтра. Пока-пока. Сейчас будет one-man show на съеме. Успеть бы петульку выкурить. Лишь бы сегодня нормально раскрылся парашют. Лишь бы раскрылся парашют. Тяжело жить, балансируя на тонкой проволоке под самым потолком. Турпищев чек-конбай здесь. Ашуралиев рихсебек здесь. Скоро я эти карточки наизусть выучил. Не глядя начну производственников разводить. Некоторые карточки уже знаю. Не по фотке, а именно вот по цвету, по тертости, форме карточки. Одному мне видны краб. Вот это, вот это вот. А б чё спорим, что это убей дула и вседловай? Видали? То-то же. А моя как опян я, а не нарядчик. Всё. Пошла последняя бригада. 17-25. Обслуживает второй конвейер сборки галош. Ну, пора и мне на исходную. Защёлкнул чемодан. Вздохнул. В путь. Спаси и сохрани. Зона это государство в государстве. Со своей властью, экономикой и политикой. Со своими кастами. Живой организм. Трудно утаить щило в мешке. Трудно утаить что-то в зоне. Слишком много у людей здесь свободного времени, чтобы наблюдать и постигать. Четыре тысячи пар глаз. Они видят всё. Вон-вон. Видите? Топает рядом со смотрящим промки Андреем глазастенький с пушистыми ресницами девятнадцатилетний Белых Александр. Смотрящий за вторым конвейером. Статья восемьдесят срок четырнадцать. Думаете, никто не знает, что Андрей с ним в парной мехцаха выделывает? Камас с утра в редакции Бориса Моисеева. Тираж очень ограничен. Знают все. Молчат просто. Пока не надоест братухе тяшиться или кто-то из блатных собратьев не начнет тыкать ему в глаза на этот факт. Или представьте в стране вдруг товара какого-то образовалась прорва. Что будет? Экономически грамотные вы мои. Верно, подешевеет товар. Вся страна это заметит? Опять правильно. Так или иначе вся страна. А Марья Ивановна в зоне это покруче любого товара на воле будет. Средство убить время после жратвы и сигарет главная проблема любого зэка. В зоне несколько всем известных барыг наркотой. Количество барыг ограничено. Нельзя портить показатели учреждения. Но и без барыг нельзя. Во-первых, бабло немеряное для крыш ментовских. Народ зоновский должен пребывать в раскумаренном состоянии. Чтоб не поперли на блатных, на их хозяев в штабе на горке или просто с тоски не переебли и не перерезали друг друга. Пар надо стравливать время от времени. Крыши у барыг две. Или высшая блатная власть или погоны. А это, как вы скоро поймете, одно целое. Иногда сейчас уже на свободе я вдруг замечаю, насколько легко купить любую наркоту. И мне становится страшно от понимания, что задействована та же самая система. Если не уснули еще и следите за моей мыслью, скажите, а вот у вас в большой зоне под названием какая-нибудь там федерация, кому выгодно, чтобы наркотики были вне закона, но все же полуоткрыто продавались в столице под памятником Пушкину или у входа в метро Лубянка. Или только Шнур заметил эту глобальную разводку. Почему наркотики нельзя, а можно водку? Почему героин, вызывающий сильнейшую физическую зависимость, стоит в одном ряду с планом, вызывающим только легкую форму тупости? Это я о том все твержу, что влез на чужую, зорко охраняемую территорию. Больше в зоне стало планов в последнее время. И по виду выстреливает приблизительно из одних и тех же мест вскоре после каждого съема. Зашевелились штатные стукачи. Обратила внимание оперативная часть колонии. Пошла разработка нового канала поступления наркотиков в жилую зону. От покупателя к барыге, от барыге к оптовику, от оптовика к его гонцу из промзоны, вашему покорному слуге, лоховатому очкарику с чемоданом, нарядчику промзоны. Внутренне напряженный, но эдак вроде расслабленно посвистывающий, помахивающий чемоданчиком, как школьник после удачно списанного экзамена, вхожу на жилую. У входа полукольцо надзоров. Каждая входящая колонной пятерка зеков рассыпается и проходит шмон. Один надзор, один зек. По протоколу я вхожу последний. Надзоры уже подзаебались и машут мне рукой. Давай, давай, пиздуй, нарядчик. Вплываю вообще без шмона. Во как. Теперь в нарядную сбросить чемодан, с умным видом посчитать карточки, извлечь шпонку и операция окончена. Благополучно. Когда прохожу мимо кабинета ДПНК, дежурного помощника начальника колонии, похожего на рубку подводной лавки, кто-то барабанит изнутри по надрайному как хрусталь стеклу. Эй, очкарь, нарядчики. Опер Валиджон. Это пиздец. Запал. Сдали нахуй. Вот и все. И кому? Кровожадному, тупому, как Читоз Валиджону. Это ж надо. Именно ему. Тому. Тому самому, после чьих душеспасительных бесед потом подолгу отливают водой. Сейчас начнется сбываться мой кошмарный сон. Ох, блядь, взмок аж насквозь. Протрезвел. А? Валиджонаке, колайсис, якшимисис башлык. Как ты, нарядчики? Якшимисан, пошли, кеттыки. Сейчас, Валиджонаке, только чемодан поставлю в нарядную. Не-не, чемодан надо, чемодан надо, карточки возьмем, чемодан с собой бери, да? Мама, моя мама, свидимся ли с тобой? Мудак, твой сын, мудак и есть. Опять вляпался, господи, боженька, если ты есть, помоги, помоги мне, господи. Никогда не буду больше курить и таскать дрянь, эту мутановскую, клянусь. Честное слово, спаси, только спаси. Господи, иду напрямую в пятый кабинет, в Валиджонске. Знаю, уже носил сюда карточки спалившихся производственников. Когда сажают в изолятор, ваша карточка переезжает туда же. Скоро туда поплывет и моя карточка. Только вот попинает меня Валиджон немного и все. Надо пережить это. Все когда-нибудь проходит. Пройдет и этот кошмар. Эй, не туда, сюда, сюда давай, очкарь, они ждут. Валиджон толкает меня в сторону кабинета с золотой табличкой. Майор Умаров КК, начальник оперативной части учреждения. Охуеть, наделало шуму делюга, майор, а сам худой косым. Начальник оперчасти мной заинтересовался. Одно радует. Говорят, он никогда не бьет. Во всяком случае сам. Худой косым сидит за длинным полированным столом и что-то пишет. Сверху над ним строго, но справедливо взирает вдаль перманентный узбекский президент. Косым поднимает на меня холодный взгляд сытого удава. Давит фрустальной пепельницы недокуренную Мальборину. А, нарядчик, трудяга, заходи, заходи. Давно хотел познакомиться. Вы свободны, Валиджоноке. Вали с поклоном исчезает за двойной дубовой дверью, покрытой изнутри затейливой резьбой. Кто-то нарезал себе внеочередную свиданку. Ох, блин, хоть этого палача прогнал. Уже легче на сердце. Говорят, ты, нарядчик, на свободе английский учил. Вы все знаете, Касым Курбаныч. У вас работа такая? Все знать. Учил, учил, как же, учил. Сынок мой, совсем не понимает, как важно сейчас английский знать. Все, вон, трояки таскает, прям, не знаю, репетитора, что ли, нанять? Или деньги ему давать за хорошие оценки? Что посоветуешь? Ну, зачем же репетитор, Касым Акя? Вы мне его тетрадку принесите, я все проверю, напишу задание, вы отнесете, он выполнит, принесете опять, я опять проверю и так далее. Как настоящий Элвис Пресли у меня через полгода заговорит. Как Элвис Пресли, говоришь? А он разве это, не петух был, Элвис Пресли твой? Не, это Элтон Джон петух, Касым Акя. Элвис Пресли вроде мужик был правильный. Элтон Джон Элтон Джан. Молодец, нарядчик, хорошо придумал. Элвис Пресли значит, а? Кури, угощайся. Тянет мне свои 100-миллиметровые Мальборо. А разве можно здесь Касым Курбанович? Не всем, не всем. Тебе пока тоже не можно. А дальше оно видно будет. Иди, в бараке покуришь. Спасибо, спасибо за доверие Касым Акя. Дети, они знаете, наше будущее, все лучшее детям. Несу эту хуйню, а сам потихоньку, потихоньку продвигаюсь к двери, пряча за спиной злополучный чемодан. Шажок, еще шажок. Вот чемодан уже коснулся дверей страшного кабинета. Все-таки хороший человек этот майор Умаров сына любит, сигарету вон какую длиннющую подогнал. А по-русски так, как говорит без акцента, грамотный. В этот момент худой Касым переводит взгляд с окна на меня и на супе в сидеющие брови говорит «А ну-ка задержись еще на минуточку, осужденный». William has a stash I'm told William has a stash I'm told I went down to his place with my pistol and my grace William had a stash of gold old William had a stash of gold I'm told to his Субтитры создавал DimaTorzok